всем приветствуем диктофон и сегодня поиграем в игру под названием блонс тд6 и в этой серии мы будем сражаться с нашими еженедельным боссом личом маги лордом и как раз таки в этой неделе у нас правило в том что запрещено обязательно нельзя что собственно очень жалко и представляете нету бенджамина также я еще посмотрел тут нету сауды поэтому очень жалко я наверное выберу одору вот замену посмотрим что да как у нас получится на самом деле мы не вообще не нравится эта тенденция что у нас стали запрещать героев из которых можем делать парагонов то есть именно же их у нас сейчас они под запретом все так я не знаю как бы нам тут поставить что-то вообще не знаю ну а давайте сюда поставим все-таки в это место я хочу как-нибудь потом шпилькомет сделать все равно не влезает плант придется удалять но да ладно пока что пару раундов он так простит и все вроде бы будет хорошо как я понял карта у нас на среднем уровне сложности в этот раз так сейчас будем покупать банановую фирму сразу же чё нам мелочиться ну конечно денег не хватает ну сейчас быстренько накопим так все первая банановая фирма будет у нас здесь прям на входе так все и задумано так все и запланировано немного у нас прошли но да ладно пока что не так страшно в любом случае будем наверное копить на инженера куда-нибудь моего тоже поставим но сначала может быть на расширенное производство лучше накопим чтобы быстрее получать деньги смотрим в будущее я буду пробовать в этой игре создать супер невероятную деревню вот прям посмотрим что да как у нас получится пока все секреты вот рассказывать не буду все увидите я надеюсь что все будет хорошо и действительно в реале сражение с этим боссом у нас получится все это реализовать мне очень это интересно и также очень интересно узнать сколько нам это будет все приносить денег а сейчас наверное будем уже ставить инженера опять не хватает вот все теперь хватает и наверное его вот сюда куда-нибудь поставлю или давайте вот сюда его вот так тут же моему еще радиус можем увеличить и у него прям вообще здорово будет так теперь тогда уже будем копить на масштабное производство инженер ближайшие раунды должен сто процентов все защищать бы никаких проблем не будет ну мне действительно ну вот вообще знаете не нравится тот факт том что почему именно эти обезьяны запрещаются как бы сначала а они добавляют этих парагонов очень сильных обезьян но которые мало того что они очень дорогие но они сильны независимо от своей цены а теперь еще делают испытания но вот этих вот боссов которые как бы и так нелегки а теперь они еще и вот таких вот обезьян запрещают которые как бы очень важны особенно на элитном боссе поэтому мы будем смотреть будем стараться таки пройти все равно а тут еще и бенджамина нету ну реально вы понимаете как бы что это за усложнение таким так вторую деревню сразу же мы ставим будем смотреть что-то как у нас все получится пока что инженер с наши обезьяны с дротиками справляется к счастью там нет проблем если что мы потом инженера будет так и не хотел это улучшать ну да ладно я хотел убрать ну на самом деле это улучшение я бы все равно потом сделано очень классно но сейчас так сейчас что поделать так масштабное производство есть уже две фермы идем дальше ой кстати здесь уже затруднения пошли поэтому надо будет потом как-нибудь его прокачать все таки немного так тут он вроде бы еще должен справиться хотя тут уже желтый ну да желтым не справится конечно же это уже слишком сильно для него так что у нас тут у нас хватает на еще одну ферму давайте сразу ее поставлю и теперь мы будем наверное прокачивать нашего инженера хоть как-нибудь пока что не хватает вот теперь большие гвозди это уже хорошее улучшение дальше кнопки кнопки тоже очень классные но самое крутое конечно для старта это два пистолета два пистолета это прям вообще с ними он прям далеко может пойти так тут чуть-чуть прошли пока что лучше теперь два пистолета есть и теперь намного лучше будет все проходить масштабное производство и дальше теперь копим на наши фермы правда скоро нам надо будет поставить объем на мага так вот примерно сейчас наверное я бы его поставил вот с этой вот стороны кстати хорошие как помни место будет для него ну ладно все равно пройдет один камуфлированный шар не так уж и страшно все всего одну жизнь он нам отнимет так четырьмя фермами уже денег прям в разу и больше стало нам приходить и это здорово это реально классно так убираем немного скорость что тут подумать ставим теперь сюда первым потому что здесь у нас будут две деревни поэтому мы выделяем немного побольше места для всего этого так здесь бы огненную стену нам теперь оставить да все накопили вообще нет проблем на самом деле страшно на самом деле пока что дальше ставить фермы так как они же тут ставятся в разные места и мало ли потом у нас наши деревни не влезут вот это будет обидно так поэтому я пока что буду ставить в другие места в которых я уверен что они нам точно никак не потребуют так сейчас наверное мы еще не точнее наверное сейчас мы уже будем копить просто на рынке будем готовиться полноценно к нашему строковому раунду который у нас как бы уже скоро надвигается уже 32 у нас раунд ферм прям немало уже сколько у нас их восемь штук причем они прокачаны но сейчас мы одно будем переделать в рынке поэтому они нам еще и жизни ведь будут давать так что вообще одни плюсы будут так все первый рынок есть пять раундов до босса а я даже не знаю на самом деле нормально ли мы идем или нет давайте наверное я вот эту ферму тоже переделаю в рынок потом если что мы ее заново будем ставить и уже просто вот оставим так как есть 37 раунд ну не нормально идем на самом деле все у нас очень даже хорошо идет ну как мне кажется лично правда вот 40 раунд нам действительно вот покажет все как она есть потому что там будет немного посложнее так 39 раунд блин что-то быстро на самом деле ну да да мы немного не успеваем я должна из-за чего ну потому что бенджамин у нас отсутствует без бенджами на реально намного тяжелее получать деньги так давайте а тут пока тогда это продам и кстати нам надо бы поставить одору блин наверно надо было ставить одору а я что-то тупанул так пока он надвигается он еще долго тут идет мы еще немного денег покупаем в чем бы нет так все теперь бы продавать нам все это добро тут нахилялся но мы ему еще ничего не отняли 14000 хп а я не помню на самом деле у него так и было или нет так как бы нам тут поставить что все нормально было я бы у нас все куда-нибудь сюда поставил еще бы нам вот сюда поставить бомбометателя чтобы он наносил урон по мобам которые будут вылетать а то немного опасно но пока что пока что нормально все проходит так укрепленные вот для них вот нужен убийца моб на всякий случай у него к счастью прям тут по радиусу идет хорошо будет часто по ним попадать во видите вылетел укрепленный во фу попали все нормально есть честно боялся потому что часто у него скилл ну вылетает вообще в другую сторону такси будет 45 раунд все сейчас будем делать немного перестановку продолжить учета с одорой мне кажется чуть-чуть накосятил все таки так 22000 есть 22000 это прям здорово так давайте вот это мы немного по прокачиваем потому что ферма для нас это все самое главное чем больше они будут приносить тем лучше так как бы нам тут поставить но мы можем временно фермера вот здесь вот сделать чтобы вечно мы не собирали все а то это немного неудобно для нас тут еще как раз фермы можем добавить бомбометатель бы нам заменить его на кого-нибудь или же пока что ставить он давайте пока что ставим потому что на самом деле опасно вдруг там еще все смогу полетят и всем ну вот кстати укрепленный причем сразу так вот сейчас немного пролетит про много на самом деле подождите вот теперь уже мне немного страшно стало так давайте поставим деревню которую не влезает блин как на зло вот так и делаем так чтобы она видела камуфляж причем вот она будет еще их усиливать поэтому все прям нормально должно быть в этот раз буду теперь следить за ними посильнее так давайте сюда поставим ферму так подождите мне вот это у нас тут неправильно идет продолжить ула немного проблем возникает так денег у нас тут много давайте тогда его поставлю примаглев и для меня это прям топ так туда чуть не прокачено вот видите кстати намного лучше уже вышло все сейчас я даже их вот прокачать на фиг случай и теперь мы можем ставить дальше наши фермы что собственно и буду делать укрепленных мобов чуда слишком много по мне пошло так ну нам сейчас главное просто зарабатывать как можно больше денег у нас уже тут очень много ферм стоит раз два три четыре пять шесть семь ну да 8 ферм прям неплохо и и все они в радиусе этого фермера что самое как бы крутое для меня вот тут вот знаете я даже не знаю как тут поставить нормально чтобы было также две фермы прям тяжело поэтому давайте пока что и не буду так дальше лезть сфокусируемся на рынках и нам как раз будет и хп давать и деньги там прям нормально так сейчас 51 раунд до следующего босса еще уже девять раундов на самом деле немало времени прям предостаточно думаю мы должны еще успеть накопить во первых много всего поставить много всего и будем просто раз накопить на друидов это воплощение ярости очень будет крутая прокачка полезная для нас так ну тут прям знаете карта такая хорошая в этом плане что мы можем прям очень много всего ставить она очень такая просторная хоть в этом плюс на самом деле какой-то так здесь к сожалению не ставится ну лучше сначала вы здесь поставлю вот это прям классно и вот получается что 56 раунд а у нас уже очень много рынков прям на самом деле правда много раз два три 4 5 6 7 8 9 10 вот еще один рынок сейчас еще один поставлю и пока что наверно нам хватит так как надо будет деньги то копить еще и на другое так и теперь давайте я буду постепенно наверно расставлять друидов хотя не знаю так вау как хорошо копятся деньги вот это прям вообще здорово на самом деле так позитив давайте тут я отправлюсь домой продолжить потому что немного опасно то есть его мы продадим чтобы поставить тут кучу друидов вот здесь у нас будет наверное самый главный он тут как раз еще и попадает в зону и его сейчас будем еще окружать хотя у них же потом увеличится радиус и должно быть все вообще нормально так все тут расставлено и теперь будем так вот прокачивать хотя бы на начало или же подождите давайте пока наверно будем копить просто 45000 ну денег прям нормально пока что идет вот мне интересно как мы сейчас будем с мобами справляться нет обычно и мы справляемся к счастью проблем в этом нету у нас так накопили мы уже 16000 нам надо бы побольше поэтому наверно буду уже продавать рынки парочку по крайней мере нам точно надо будет это сделать пока он еще так не отхилялся вот давайте вот так вот все воплощение ярости есть теперь не должно быть у нас проблем так и будем теперь просто его бафать ну все мы точно должны теперь справиться прям вообще никаких проблем не будет я даже наверно дальше не буду вкачивать буду просто опять восстанавливать эти рынки так 8000 у него осталось второй класс преодолен на шестьдесят шестом раунде мы перейдем так все пока что нам этих рынков хватит какой долгий раунд вы посмотрите да жесть ну да ладно так он до сих пор еще идет давайте даже скилл адорать за юзаю у него кстати уже девятый уровень неплохо так так шестьдесят шестой наконец-то он у нас наступил продолжить ой тебя нам надо бы продать от всех шестьдесят тысяч у нас есть кстати это прям это прям неплохо на самом деле и будем опять выставлять наш бомбометатель также бы я наверное поставил еще один примаглив это и так уже знаете на всякий случай и давайте продадим тебя чтобы мы поставили две деревни вот тут вот у нас наверное будет главное или как как бы нам так сделать знаете чтобы вот сразу же все было ладно давайте вот так вот мне кажется нормально и рядом с ней будет вот здесь фермера ну фермера вот так поставим кстати прям нормально все получается по итогу теперь хотя бы мы еще сюда сможем банановой фермы добавить и вот эти вот две улучшим все прям вообще нормально расстав расстановку у нас есть теперь главное все прокачивать идти у нас есть 14 раундов а это довольно таки много времени может быть еще как нибудь потом нашу мощь усилим так как немного все равно опасно на самом деле так дальше прокачиваем лаборатории наши ну пока что проблем никаких толком не возникает это прям это меня успокаивает на самом деле в этом плане так что-то я криво у нее скилл завязал интересно если бы мы ее почти сразу же поставили она бы больше урон нанесла и я так думаю что знаете наверное нам надо было ее оставить а не инженера она бы больше помогла наверное так как мы бы на нее потратили в самом начале и все и потом уже она сама начала бы разгоняться да на инженера мы даже больше потратили но все равно это опыт будем знать потом что лучше делать так а пока мы все равно идем дальше у нее новый скилл появился это удобно но постепенно кстати становится немного опасно они уже более-менее далеко начинают заходить к счастью мы еще при этом скиллы так сильно не использовали то есть это нас прям будет если что спасать очень хорошо так тут немного ускоряем все вот нормально использую тут сразу же скиллы чтобы у нас как можно быстрее раунды обновлялись мы быстрее деньги зарабатывали так я бы тут пока что чуть-чуть прокачал нашу деревню ну совсем чуть-чуть конечно так сюда мы ставим дополнительную ферму сюда мы еще сейчас поставим хотя ладно подождите вот вот эти вот две он пока что поставили и все пока что них остановимся потом вот будем проверку делать и уже смотреть как дальше если все будет хорошо то конечно же мы будем продолжать так скиллы для дополнительной помощи сколько у нас уже на самом деле лаборатории этим нормально прям ведем 11 у нас их посчитал фермер уже конечно в радиус их не попадает но если что сами будем использовать ну точнее подбирать деньги ничего страшного до следующего босса 5 раундов как бы немного ой ой посмотрите а проблемы то появляются так давайте я тут вот это вот улучшу чтобы они сильнее были 31000 так вот эти вот видите многие не попадают в радиус но чтобы увеличить радиус мне один из зрителей рассказал одну такую полезную очень штуку это надо поставить абзиану инженера вот до разгона и разгон также увеличивает хорошо радиус поэтому мы вот сейчас вот так вот тут поставим еще и и будем потом все проверять типа будут ли они также в радиусе чтобы смотреть дальше прокачивать ли их или нет так видите вот эти кстати уже в радиус не попадают к сожалению или как давайте тут вот сейчас посмотрим попал так это одна попала в радиус но вторая к сожалению нет то есть мы можем еще поставить дополнительных три банановых фермы и потом их уже объединить в абзианополис и вы просто представьте насколько он будет огромный это же просто невероятно на самом деле так использую скиллы на всякий случай и пока все идет прям нормально так моя надежда в том что мы успеем вот это вот все сделать по 70 раунду а то как то вот знаете вот так всего сейчас напрокачиваюсь а по итогу вообще сольемся будет обидно немного так вот все 79 раунд пошел последнюю банановую ферму мы прокачиваем будем уже объединять теперь нам надо 40 тысяч ну 40 тысяч мы уже видимо накопим вот когда будем сражаться с самим боссом или же нет а то как то я сейчас смотрю у нас деньги то неплохо идут уже 28 тысяч есть блин а тут что укрепленные уже пошли вот укрепленные мне вообще не нравится у них же в два раза больше хп чем у обычных и от этого конечно немного не по себе так сколько дайте еще пожалуйста все давайте объединяем я тупой подождите подождите так ладно что тут хотя бы так можно сделать я забыл разгон юзануть что то я вообще так так начинаем используем разгон все 70 тысяч теперь она стоит потому что она увеличила радиусы офигеть а это не видел что она так подорожает так я тоже подумал что она всегда будет столько денег стоить так все теперь у нас есть эти 70 тысяч объединили у нас теперь ферма стоит 300 тысяч это очень большие деньги так теперь он продаем друида ой точнее как ставим нашего друида сюда окружаем ой я подумал что мы это что мы можем еще одного поставить а вот что кучу происходит доставляем все деньги теперь нам должны идти прям хорошие и с уничтожениями мы вроде тоже должны справляться так все это у нас есть идем дальше ну да мы должны по логике со всем этим справиться и кстати блин я бы мог продать же банановые фермы точнее нашей рынке тогда бы тоже нам было намного проще со всем этим разобраться ну пока что я не знаю на самом деле я тут вот так вот поставлю дополнительного мэда наверное просто чтобы он тоже наносил урон уничтожал там все подряд все что видел а то как бы еще сто пятьдесят тысяч у него так все дайте нам еще денег пожалуйста все теперь у нас есть мэд смэдов должно быть намного лучше намного увереннее ну по сути да то есть мы вот проходим тоже нет никаких у нас проблем но при этом у нас есть невероятная банановая ферма прям по другому ее уже не назовешь у меня такой дорогой фермы еще никогда не было на самом деле будем смотреть сколько она нам принесет по итогу так ну кстати уже сто тысяч накопили третий класс у нас также пройден я сразу же начинают ставить новые фермы чтобы мы их прокачивали чтобы мы их прокачивали как бы тут ладно это у нас в радиус не попадает это не страшно так и просто идем дальше прокачивать пока что восемьдесят пятый раунд не наступил все теперь он наступил надо произойти просто чтобы чуть-чуть подумать вообще о том что происходит на всякий случай бы я знаете оставил нас друида а вот мэда мы бы продали по крайней мере мне так хочется сделать так сразу же еще оставим тут деньги у нас к счастью прям позволяют никаких трудностей с этим у нас нет сейчас вот еще два поставим таких две исследовательских лабораторий и все и пока я даже не знаю куда нам дальше расти потому что у нас как бы с деньгами вообще теперь проблем никаких не должно быть у нас уже вот это вот отдельная деревня принесла двести шестьдесят тысяч ну да друида я на самом деле не зря пока оставил потому что с ним будет намного проще так я бы наверное начал копить уже на прогонов то есть вот сюда я в самом начале их наверное буду вот ставить точнее как ставить я буду именно пару линий которые будут улучшать основных я наверное где то все таки здесь буду ставить будем делать так чтобы именно они у нас наносили основной урон тогда давайте теперь мы друида уже можем спокойно продать так как он не так уж сильно нам и будет помогать так вот сюда куда-нибудь поставил последнюю нашу линию а вот эти пока что прям вообще спокойно справлять со всем так же можем и так все сделать чтобы еще обезьяну с ним как это владыку плазм прокачать еще одного вот сюда ставим последнего ну и прям неплохо все у нас вы посмотрите восемьдесят девятый раунд а деньги идут очень хорошо весь основной урон наносит они что нам позволит сделать хороших парагонов а вот это было опасно вот это было реально опасно так у меня тут кривая деревня стоит потому что надо вот так вот лучше все таки сделать чтобы у нас вот эти обезьяны видели все все типы шаров так и наверное скоро уже будем прокачивать нашу владыку плазма все таки я сначала хочу ее сделать поэтому пока что будем просто так вот расставлять всех так как бы как по мне они уже немало урон нанесли сколько тут ну тут не так много да блин все мы видимо не не тыкнем никогда не узнаем что там происходит будем просто верить что много урона они там уже нанесли в любом случае у нас уже 400000 так я бы еще на самом деле флибустьеров бы тут поставил чтобы они тоже начали накапливать свой урон так главное вот разместить трех да все трех мы смогли разместить вот там маленьком пруду вы посмотрите и дуба все вылетают из него так 95 раунд у нас все прям здорово мы одновременно планируем запускать трех парагонов ну как не одновременно а по крайней мере идем к этой цели как минимум одного мы точно уже можем поставить что нам уже должно в принципе помочь с прохождением следующего босса так сейчас тут другие линии на всех случаях немного тоже прокачиваю потому что надо побольше улучшений делать чтобы степень была высокая а так пока прям вообще нормально идем интересно сколько у нас уже деревня принесла 800000 вы представляете уже так много денег она нам дала хотя мы ее поставили 17 раундов назад за 17 раундов 800000 это прям вообще здорово невероятные деньги на самом деле ну сейчас уже 900000 конечно она где-то наверное выдает по 50 с лишним тысяч за раунд это очень много так и как мне кажется мы можем в принципе начинать делать парагона тут я немного улучшу чтобы у нас они тоже урон наносили немного хоба хоба все тут прокачиваем владыка плазмы давай вперед 38 степень прям нормальная так и теперь как он тут покажет о вы посмотрите как он он моментально его уничтожает прям вообще спокойно жесть ну значит мы вообще можем тут не волноваться правда мне до сих пор не нравится ДДТ которые из него вылетают они довольно таки далеко успевают пролететь пол миллиона мы накопили ну и все жесть четвертый класс побежден все нормально ладно давайте пока что так же с ускорением немного поиграем и теперь будем уже делать владыку плазмы а так вообще на самом деле я уже ни за что не беспокоюсь потому что у нас никаких не должно быть проблем до следующего босса аж 17 раундов за это время мы еще безумное большое количество монет успеем накопить я даже сейчас вот так немного прокачаю с этой центральной рынке можно было бы тоже вкачать у нас что-то не вкачаны ну да ладно на самом деле как есть уже так и будет все равно я думаю что мы успеем накопить на все что нам надо будет а если нет то мы просто продадим деревни исследовательские лаборатории и рынки и это нам уже даст свыше полумиллиона так как у нас тут у адоры 17 уровень кстати то есть все равно она наверное к двадцатому успеет дойти к сто двадцатому раунду как раз таки ну если что немного денег потратим ну прокачаем ее так теперь я нам наверное предлагаю прокачать еще одного парагона 32 степень нормально прям все идет посмотрите обезьяновли бустер уже 300 тысяч урон нанес с учетом того что мы его как бы вообще недавно поставили будем теперь копить на навархов что мы накопим уже собственно уже очень скоро уже почти накопили но я прям сейчас его не хочу ставить так как хочу сохранить как это что это точнее пускай может быть у него хоть какая-то степень еще накопится потому что он немного урон нанесет правда единственное что мы уже ну ничего тут не поставим тут такой маленький пруд что это ужас какой-то так если что мы наверное еще в крайней степени можем попробовать накопить на темного бога солнца или на какого-нибудь хотя бы на обычного вот знаете так тут пока ладно тогда я тебе прокачаю может быть не успеет нам еще пронести много денег шестьдесят тысяч уже принесла наш обезьяне уол стрит здесь банановый централ сто тысяч ну да кстати разница в сорок тысяч хотя и улучшение это стоит все сто так почти два миллиона монет нам это все уже дало так у нас уже точно есть деньги на морского наварха поэтому сейчас у нас идут накопления на нашего темного бога солнца мы его будем ставить наверное на сто двадцатом раунде ну по крайней мере будем ставить все то на что мы накопим к тому времени я думаю мы хорошие деньги успеем накопить так как у нас уже есть триста тысяч дополнительных причем ну вот если мы вот это все продадим мы еще получим ну минимум тысяч шестьсот поэтому мне кажется что мы что-нибудь крутое сделаем уж точно если честно у меня сейчас флешбеки в голове еще от летних периодов когда только добавили этих боссов я помню как я вообще не мог никак победить я даже ставил очень много мгновенных обезьян ну и у меня вообще ничего не выходило ну кстати вот если еще вот сказать свое оправдание я тогда почти не использовал банановые фермы я думал что ну это вообще это неудобно это не окупается это очень долго ну сейчас у меня конечно все мое мнение изменилось теперь я считаю что это супер полезно что-то всегда я надо использовать и всегда я это использую поэтому прям классно знаете что есть развитие что не стою на месте так давайте ладно создаю наварха создаю наварха опять так 10 степень это ладно мне кажется это был максимум которого мы могли добиться у нас уже есть 900 тысяч при продаже еще куча всего будет поэтому прям нормально может быть реально сможем накопить на темного бога солнца так все у последней степени точнее у последнего класса босса всего 2 миллиона хп меня аж это немного сломало потому что я вспоминаю блонариуса ну блонариуса я элитно вспоминаю а у него там 40 миллионов хп это ужас какой-то на самом деле 40 миллионов хп я думаю что это перебор так у нас кстати тут обезьяномаг еще с самого начала стоит так давайте тоже продадим о 20 уровня она у нас стала так давайте вот так вот мы сейчас делаем потом что нам надо какая тут прокачка самая дорогая да тут точно должно быть 50 тысяч ровно кстати практически 50 тысяч и выходит а потом ставим вертолетчика чтобы все в радиусе было теперь будем ставить обезьяномага во и вот этого пока что достаточно создаем так теперь нам надо еще вот делать на всякий случай я подстрахуюсь еще что-нибудь добавлю вот такого вот еще создаю опять вертолетчика что это гарантия тут больше 50 тысяч у нас 100% выходит так вот такого мага еще сделаю вот такого вот и также у нас деревня будет посередине полмиллиона плюс так у меня тут супер подсчеты идут также теперь мы ставим вот и него легенда о ночи есть и еще тебя нам надо бы поставить все это у нас все идет давайте пробуем посмотрим получится ли у нас или нет о получилось реально так увеличиваем радиус 4 парагона плюс темная адора точнее как 3 парагона темная адора и мстительный бог солнца против нас босс у которого 2 миллиона хп всего ну ну и теперь это ну могу нас поздравить с победой что еще сказать все должно быть у нас хорошо у нас еще 270 тысяч осталось при этом ой вот бы то же самое сделать на и против элитного босса против элитного это будет прям очень классно все прекрасно все прекрасно хотя на самом деле 2 миллиона а мы довольно таки долго это сносим он прям еще летит летит хотя он наверное пролетел меньше одной трети а значит шансы у нас есть ну на элитном наверное надо будет пробовать точно такое же что то делать в любом случае мы посмотрим все прошли 122 раунд оба лич побежден башен размещено 129 шаров пробита 23 с половиной миллиона получено денег 4 миллиона пробита мап 777 используемая способность 92 а обезьянная звезда это господин Глеб представляете 5 миллионов оваааа прошли не на самом деле нормально прям все было теперь наша задача будет пройти конечно же элитного босса а на этом я наверное буду заканчивать это видео с вами был Диктофон подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи и всем пока